АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я от всей души рад видеть, приехавшим к конференции, куда мы тоже приехали, хотя мы уже 8-6 лет это становится довольно трудно. Я скажу несколько слов о связи наших семей. Семейного деда, ранее дочь Пастернака и семьи Ивана Николаевича, вернее двух этих художников, потому что единственный, пожалуй, пример одновременного создания текста иллюстрации большого произведения, это иллюстрации к воскресенью, которые делал мой дед. В это время он встречался с Ивана Николаевичем, он боготворил его, и единственное, что всегда его характеризовало, это то, что он любил в толстом художника. он считал, что всякая мысль, всякая духовная истина должна проходить через высокое художественное воплощение. Поэтому он очень жалел об отказе Толстого от искусства, считал это трагедией, Иван Николаевич, и находил подтверждение в самом толстом, в том, что это как и так, что это не основной стержень жизни и веры Толстого. Вообще говоря, то, что Толстой успел сказать в XIX веке, определило русскую духовную атмосферу всей первой половины 20-х. Мой отец писал Николаю Сергеевичу Родионову, что, перечтя воскресенье, он понял, что духовная атмосфера начала века была атмосферой толстовской. Я хочу сказать несколько слов более конкретно, о чем тут речь. Если вы помните, то в докторе Живанов сказано, что человек посвящен работе по духовному продвижению общества, по отходу, постепенному отходу человека от его звероподобного предка. Еще эта работа сменяющаяся, это работа поколения, это работа от первобытных людей до христианного времени, эта работа идет неоднозначно, не линейно. и заключается она в постепенной разгадке смерти и ее преодолении духовному. То есть вот мысли Толстого о вечной жизни в духе, это мысли, которые вообще столбовая дорога человеческого разума. Но одновременно у Леонида Пастернакова и моего отца в романе «Доктор Живанов» все время идет разговор о том, что прямая этика, то есть прямые азбучно выведенные выражения вот того, чего требует человеческий дух от нашего вида, от социологического вида, которому мы принадлежим, что это нельзя воспринять по трактатам, что когда Толстой отказался от искусства, он лишил себя в этих работах главного средства, главного оружия. И вот это вот морализаторство, которое появилось, когда Рёв Николаевич устал и когда Рёв Николаевич почувствовал безысходность своей работы в какой-то период, окружавший его действительность, во многом объясняем его и тем, что делал Страхов, тем, что делал Чирков, он отказался от возможности отдавать самое главное, самое главное выражающее вот эту вот духовную линию. Это трагедия Толстого, о которой сейчас говорил Владимир Ильич, говоря о фильме «Последняя станция», она подготавливалась многие годы, и когда Толстой отказывался от самоограничения в силу, скажем, того, что он хотел помочь духоборам переехать в Америку, когда было создано воскресенье, оно продолжалось до последних дней. Вот то, что он дописывал Хаджи Мурата одновременно через Гусева и через издательство «Посев», проповедуя свои идеи, это действительная трагедия человека, причем есть свидетельство, которое мы еще спереди, что он понимал вот роль красоты, роль художественного выражения в том, чтобы мысли нравственные могли дойти до человеческого ума и братья. Когда мой дед сетовал на то, что не все его иллюстрации так хорошо напечатаны, как ему бы хотелось, Сергей Николаевич ему сказал, «Помните, Леонидович, все придет, все, и царства, и троны придут, и богатства, и миллионы, все изменится, и ни нас, ни правнуков наших не будет уже, и от костей наших не останется ничего. Но если в наших произведениях здесь хоть крупица настоящего искусства, они будут жить вечно». И вот есть доказательства того, и оно в текстах того слова, что настоящее искусство всегда, несмотря на все отказы и все рассуждения Леона Николаевича, продолжали ему быть ясны и понятны, что эта общественная деятельность была для него чем-то с трудом переносимым. Вот проповедь была проповедью, а настоящее было в том, что его увлекало. Это видно хотя бы потому, что протестуя против светской музыки и модернизма в музыке, Лёв Николаевич плакал, когда моя бабушка играла. Здесь ему баха. Это видно потому, как Никлюдов, нет, простите, Лёвин, слушает «Ценату» в фортепианном исполнении. Это видно потому, как серьезное искусство, затрагивавшее корни душевные, всегда заставляло Толстого верить в это и втайне как-то делать художественное в то же время. Его последние отрывки, Хаджи Мурат, когда говорит, говорит о том, что вот то, что ценили Лёве Николаевича, члены той семьи, которой я по ним бежу, это было для него главное. И христианство, роману доктор Жизоку, который мой отец считал выражением своих мыслей на эти темы, оно основано на том, что Христос поясняет нравственные положения притчами избыта. И это глубокая мысль, что вся мудрость, все философское, что мы хотим изложить, должна быть окрашена светом повседневности. А свет повседневности есть красота в ее прямом смысле. И вот без того, чтобы знать, что совершенное создание, вышедшее из несовершенных рук, может больше и дает больше, чем пустое самоусовершенствование человека, продолжает оставаться реальным сейчас и в творчестве Толстого, и должно быть понято в его переводах. Сейчас перед вами должна выступить переводчица Смирцы Ивановича, моя двоюродная сестра, Лиза Пастернак. Вот, что это должно быть главным и потерей этого, что мы наблюдаем сейчас в рекламе, в телевидении, в пустых политических речах, что это должно быть преодолено новым духовным расцветом, который начинается с искусства. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ